здравствуйте дорогие подписчики и гости канала кашпошница с вами я наталья петровская и сегодня необычный рецепт сегодня я буду готовить вяленое мясо мясо индейки и куриную грудку запрос поступила мне от моего сына он следит за питанием он потребляет много белка и попросил меня говорит мама такие бешеные цены на это вяленое мясо а я ничего другого не хочу сделай мне пожалуйста правильные хорошие чипсы или вяленое мясо это был мой дебют но он получился фантастическим я снимала его несколько дней поэтому я в разной одежде немножко по-разному выгляжу но тем не менее я вас приглашаю к столу приглашаю вас приготовить себе такой вкусный перекус для себя для своих детей для мужей для друзей очень хорошая штука и реально очень большая экономия давайте посмотрим я в видео называю регулярно то чипсами то вяленым мясом но в данной ситуации это было вяленое мясо а чипсы чипсы я сегодня замариную и сделаю новый выпуск именно по чипсам таким знаете хрустящим тоненьким давайте смотреть ставьте лайки подписывайтесь мне будет очень приятно если вы приготовите и напишите свои отзывы для приготовления мясного мясных вяленых чипсов если их так можно назвать я беру это филе бедра индейки делайте филе бедра написано было и филе грудки куриный будет у нас куриные и индюшачьи чипсики так как нам это вялить и сушить нет никакого смысла в том чтобы делать влажный маринад поэтому маринад будет сухой для маринада я буду использовать сумах кумин болгарский написано не обращайте внимание это можете поверить мне кориандр и гималайскую соль с чесноком только сухие ингредиенты потому что соль тоже все равно вытащит влагу отсюда и слишком много влаги лишнее время будет сушки находиться все я это сейчас посыпаю мариную и потом завтра уже буду резать и выкладывать в сушку чем сухой маринад отличается от влажного тем что он сухой хочет соль с чесночком люблю гималайскую поэтому гималайская сын попросил не очень соленая но не просолить знаете ли это тоже тут тоже не очень хорошо будет при этом пресное мясо тоже не придумаешь вот так вот на глазочек даже пошел кумин вы можете добавить любые свои специи какие вы любите так сумах сумах вообще знаете вот в грузинских ресторанах но вообще в кавказских всегда подают на шашлычки такая знаете красная штуковинка очень уж она вкусно я еще добавлю куркуму потому что куркума в вяленый мясе очень себя хорошо ведет ну прям буквально вот присыпать кажется что многовато но мы на самом деле сейчас все вот так перемешаем посторонние звуки у меня тут извините там не одновременно и посудомойка и стиралка запустились потому что время позднее но я уж очень хочу завтра поставить ему эту эту забаву чтобы она сушила потому что сушиться мясо будет немало вот дегидратор у меня дегидратор у меня изидри на канале есть видео как как он какой он я его обожаю он конечно того стоит так ну что вот она мяско чтобы она себя хорошо чувствовала но его сейчас нужно пищевой пленкой можно пакетом накрыть можно положить можно накрыть на меня диаметр позволяет просто чтобы не заветривалась до беру вот такую вот кастрюльку поменьше диаметром чтобы она там как следует промариновалась просто наливаю воды туда на даче у меня есть специально обученный камень для этого дела но дома нету поэтому вот такой с водичкой и куда холодильничек на ночь а завтра утром мы уже будем резать и складывать в дегидратор чипсики сейчас на ночь и дороги сегодня посмотрела 150 рублей стоит ой 150 грамм стоит 480 рублей я сказал да ну еще чего платить такие деньги самое сделаю итак у нас наступил другой день наше мясо промариновалась вот такой цвет приобрела курица потому что карри дает такой желтоватый цвет индейка сейчас я все как следует нарежу острым острым ножом предварительно заточу его точилку у меня вот такая никакой другой я не пользуюсь я ничего другого не люблю нож у меня очень хороший японский я его покупала когда ходила на курсы сушистов я умею делать суши японской кухне незнакома он очень острый но вы можете воспользоваться любым другим который вам удобно главное чтобы он был очень острым я вообще любила вот этот нож всегда увидите у меня почему-то он с таким брачком оказался и вот здесь вот такая выемка с таким ножом работать невозможно его сегодня же он пойдет винтик помойку вот поэтому он конечно видавший виды но резал хорошо но почему-то вот такие выщербленные у него появились не знаю чем это связано ну короче такой нож теперь не годится для кулинарии придется покупать что-то новое вот тот японский он у меня уже больше 15 наверное лет но до сих пор по-прежнему вообще вот такой шикарный все точу режем перевожу камеру вы смотрите как я нарежу но собственно ничего сложного режу сразу выкладываю ставлю в сушку а вдруг вы не знаете как точить нож вот он нож он с этой стороны острый с этой вот такой точить его надо только с одной стороны и только в одном направлении так вот мы и делаем больше ничего не требуется любая женщина может наточить и не заставлять своих мужчин и не тыкать им что у вас дома не наточены ножи сами взяли в качестве очки ничего сложного в этом нет вот шикарный аж прям их блестит а спросите какая фирма я не знаю на по японски написано я покупала у мастеру и японист который учил меня поэтому не могу вам сказать какой он фирма нет вот смотрите написано не роста не знаю видно или нет здесь написано не роста вот не роста не знаю надо поискать есть такой или нет вы знаете мне совсем не блогерская кухня совсем даже обычно и мне очень мило неудобно не показывает на все равно буду тогда вот так показывать вот у меня поддоны и зидри хорошо иметь конечно вот такие сеточки у меня на только одна давалась на в комплекте я что-то никак не куплю наверное сейчас пока не сезон самое время купить такие сеточки это в сезона недорого стоит нам надо сеточку смазать маслом если без сеточки просто с ней снимается с ней снимать удобно то решетку смазать маслом перед тем как суда класть чипсы иначе они вперед в момент высыхания прилипнут я буду делать наверное не чипсы а вяленое мясо для этого при температуре 60 градусов поставлю на 8 часов сушиться эти ломтики а потом подумаю может быть я пару поддонов сделаю вялеными остальные такими сушеными мясо такой хранится от месяца до трех но у кого она хранится ни у кого она не хранится потому что она безумно вкусно начинаем как я на поддонах не буду смешивать курицу индейку то есть на куриный поддон будет отдельно а индюшачьи отдельно почему я так буду делать потому что время приготовления у этих продуктов разные и поэтому нет смысла делать его одинаковым делать на одном поддоме потому что надо будет посмотреть что называется вот такими тонкими слайсами но когда знаете нож как по маслу видите да как легко режет как бы одно удовольствие и это вообще рыбный нож для приготовления сашими ну и соответственно для нарезания очень я им довольно стоил он дорого но он того стоит можно сделать еще более тонкие если бы я делала на сто процентов процентов чипсы я бы сделала примут вообще миллиметраж но так как это будет вяленое мясо делать его совсем тонким не вижу смысла вот примерно здесь наверное сколько 4 миллиметра такой личный можно сделать брусочками вы смотрите по своему вкусу по вкусу своей семьи но в конце концов знаете это не как самолет стоит можно сделать сначала так потом попробовать по-другому сделать значит как я уже говорила здесь у нас сухая абсолютно сухой маринад был можно делать во влажном тогда чуть дольше сушить или делать его более вяленым следующий раз попробуем сделать на основе соевого соуса и специй может быть с чесноком сделаю не знаю пока моя задача опробовать вот так вот нехитро мы нарезаем помните да что когда мясо высыхает все специи и соль остаются и поэтому вот такой кусочек он превратится в очень маленький но специи соли останется поэтому будьте осторожно не пересолите так вот курица у меня последний кусок а нет еще вот есть а дальше пойдет индейка но я вам все это показывать не буду потому что и так понятно чем я занимаюсь сейчас вот начинаем с если резать грудку вот начинаем с более выпуклой части срезали так сказать наметили себе площадь чипса будущего и дальше продолжаем точно так же кстати режу рыбу всегда то есть вот так вот под наклоном под 45 градусов вот так никогда не режем во первых так легче выбирать косточки я имею ввиду рыбу знаете если вы красную делаете рыбу то это вот так гораздо удобнее делать сейчас скажет что ты наташа нам показываешь и так все знают как резать как говорится я такой блогер что лежит то пою режу так значит показываю вот ой сколько получилось много курицы курсе я уже это чипсы я уже говорю в магазине стоит это безумных денег сейчас мы опробуем если это прям получится класс-класс то почему бы не сэкономить семейный бюджет вообще как говорит один мой друг миллионер я умел разумел за если я такой умный что сумел заработать неужели я такой дурак что не сумею потратить вот здесь смотрим смотрите это индейка пошла видите это это филе бедра индейки смотрите здесь вот так вот и тут волокна если мы так срежем 100 и то этот кусок будет очень жестким поэтому мы ищем как нам резать поперек длинных волокон в то же время чтобы у нас оставались такие очень кусочками 30 даже нож идет гораздо жестче чем он шел по курице но тем не менее хорошая за . есть хорошая за . здесь чуть чуть потоньше будут куски видите прям соскакивает он у меня на нарезку под прямым углом и этого ему не позволим почему потому что когда ты режешь под прямым углом волокна будут жесткими а когда под углом 45 градусов тогда мяско будет более нежным то же самое например если вы вырезка ладно понятно с ним все понятно но любое другое мясо старайтесь всегда резать под углом 45 градусов до куриную грудку повеселее было резать но вот эти штуки нам вообще про жилки не нужны мы с него мы с них будем срезать поэтому куски пусть будут здесь неровными но зато без жилок чтобы у нас там знаете сложности с жеванием не создавало потому что эти хуже нет когда вяленое мясо в жилах да не нравится мне хотя в принципе не вообще вяленое мясо не нравится но вот мои мужчины любят и сына и муж любит я вообще жила без мяса ела бы фрукты и овощи как я много лет делала но к сожалению здоровье не позволяет быть вегетарианкой мне нужны аминокислоты которые можно получить только из животных жиров как я вам и сказала мы будем смазывать поддоны растительным маслом ничего вам не мешает тренога от этой штуковины я не знаю как по-другому ее поставить пока вот так ставить берем наш поддон и смазываем сеточку мне надо придумать себе конечно если я уж снимаю рецепты чтобы это было удобно но пока я чуть никак не могу поэтому простите меня пожалуйста сегодня смотрела нескольких блогеров так у них красиво на кухне так все поставлено на меня что-то не получается так значит смазали смотрите вот наше мясо которое было у нас в таком состоянии порезала я его и вот еще раз вот так перемешаем и чуть-чуть его пожмякаем не для того чтобы он сок дал потому что сока здесь нет сухая была как я уже говорила история сухой маринад все выкладываем аромат стоит конечно специи очень правильно подобраны кориандр кумин дает свое приятное ощущение значит выкладываем индейка получается похуже режется чем куриная грудка как я уже сказала но посмотрим что будет по вкусу может быть стоит и остановиться на индейке это все усохнет поэтому не сомневайтесь если вы вдруг положите слишком тесно друг другу лучше конечно сделать просвет но я думаю что это на одном поддоне значит смотрите изидри нельзя включать если у вас меньше трех поддонов то есть если вам не хватает продукта на три поддона то все равно 3 пустым ставьте два поддона нельзя сломаете дорогой аппарат и вообще останетесь без такой хорошей штуковины видно не видно как сделать видно не знаю вот все мое мяско сейчас ляжет сюда как я уже сказала на 8 часов на 60 градусов мы поставим тогда мясо получится вяленым если вы хотите чтобы мясо зачипсилась таким чипсом стала да прям вот очень хрустящим во первых это вам надо делать не очень большую партию и хранить потом в вакуумной упаковке потому что иначе воздух попадет и вся ваша работа но насмарку здесь чуть разложу так вот у меня получился один полностью поддон с идеечкой сейчас мы сможем маслом для курицы в принципе по большому счету можно и не смазывать или добавить это масло в сам само мясо но уж пойдем так вообще надо конечно наташи купить сеточку ну хватит уж позориться да так то же самое мы делаем с куриным с куриными кусочками пожмякали 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 честно там видно хоть что-нибудь этом при встаю при подпрыгиваю но мне кажется что я вроде правильно камеру настроил вот эти курицы вот такие ровненькие кусочки курицы мы поставим наверх она наверное быстрее приготовиться хотя не факт из ведре чем хороша из ведре нее не надо сейчас опять скажет рекламы вебре это такая реклама которая знаете от души жалко что из ведре сами не знают что я их рекламирую но я в них влюблена очень долго я решалась потратить такую кучу денег на эту сушилку но потом договорилась со своей жабой и купила зажмурилась отдала деньги и нисколько не жалею вообще отличный метод если вам что-то жалко зажмурьтесь заплатите и пользуйтесь если вы хотите что-то очень очень сильно не идите на компромисс либо подождите сам по времени накопите денег опять зажмурьтесь опять заплатите на купить то что вам на самом деле хочется иначе все эти компромиссы все равно приводит к повторным покупкам к недовольствам каким-то но это мой такой рецепт и мой способ я уже знаете правильно говорят кто говорит что я не мы не настолько богат чтобы покупать дешевые вещи нет надо в данной ситуации я к цене не привязываюсь а привязываюсь к качеству и зидре используются для сушки профессиональные вот знаете вот эти зефиры пастилу сушат в хороших машинках и зидре недавно у меня на мастер-классе была ученица и она нам принесла фантастические безешки они такие маленькие с копеечную монетку были сделаны на основе красной и черной смородины для таких безе в жизни не ела они такие кисленькие они такие вот я прям обязательно напишу есть прошу как же она это сделала потому что это было что-то вообще очень вкусно и до сих пор забыть не могу же две недели прошло после мастер-класса я не могу забыть вот такие были вкусные она и она тоже сушил их сушилки никакой не в духовке это прям знаете такой закусон кофе я прям даже подумала что если у меня была кофейница это прям даже в меню надо было бы ввести здесь тоже также раскладываем и собственно выпуск на сегодня закончится завтра утром я вам допишу что у меня из этого выйдет сниму пробу но судя по тому как это все пахнет это будет очень вкусно прям точно я уверена в этом лишь бы солью было все в порядке за соль я переживаю боюсь пересолить боюсь не посолить того вот у меня получилось значит у меня получилось из пачки грудки и из пачки индейки пили бедра вот три поддончик а потом взвесим сколько получится на выходе на не так много я уже сейчас вижу выключаю ставлю сушить так чтобы вы не сомневались смотрите добавляем температуры до это мне извините в этих еще специях рука 60 градусов время ставим на восемь часов и включаем крышечка сейчас накрою и будет она себе там тушится их по виду повидавшие виды мои сушилочка слушайте у меня к вам отличная новость прошло два с половиной часа как я тут поставила эту штучку не надо ждать 8 а двух с половиной вполне достаточно чтобы получить вот такие вяленые штучки которые фантастически вкусные на что я равнодушна к этой штуковине на смысле к покупным чипсам но вот это вяленое мяско просто прелесть я попробовала и курицу и индейку и оба продукта мне очень-очень понравились я не буду ждать восемь часов я сейчас еще подожду полчасика чтобы 33 часа прошло и отключу прям вообще класс то что надо еще буду делать вообще как вкусно просто фантастически попробуйте и напишите пожалуйста ясно 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 Продолжение следует...